ПОП-музыка ПОП-музыка Папа настаивал на медицинском колледже Они рассчитывали, что я займусь семейным бизнесом Стану управляющим банком Ну а я? Я рождена быть Я рожден быть Рожденные быть Она потрясающая Я ее люблю Бритни Спирс успешно вписалась в современное общество Она продала 55 миллионов альбомов Сыграла в пяти художественных фильмах Выпустила духи Приняла участие в реалити-шоу И бесчисленное количество раз появилась на обложках журналов Вот уже семь лет Бритни Спирс находится под ослепительным светом софитов Суматошный путь на вершины музыкальных чартов Начался в маленьком городке Кентвуд Штат Луизиана С населением в 2656 человек Именно в этом местечке, где обитают консервативные представители рабочего класса И началось восхождение на Олимп славы будущей суперзвезды Рожденная для сцен Когда Бритни было 4 года, в местной баптистской церкви состоялся ее песенный дебют Я начала петь еще до того, как научилась говорить Я помню, как, будучи совсем маленькой, надоедала маме тем, что все время что-нибудь пела в гостиной перед телевизором А друзья мамы говорили, ты не можешь сказать ей, чтобы она вела себя потише Но мама привыкла к моему пению Мать Бритни быстро поняла, что ее маленькая дочурка обладает талантом, который может увести ее из сонного южного городка Она записала Бритни на уроки пения, танцев и гимнастики И развитая не по годам девочка скоро выиграла все местные конкурсы молодых талантов Без сомнения, самое сильное влияние на юную Бритни оказала первая леди поп-музыки Мадонна Я была одержима Мадонной с самого раннего детства, я смотрела на нее, как на своего кумира Бритни часами смотрела ее видеоклип Она представляла себя в том блестящем мире, который видела по телевизору Крутясь перед зеркалом спальни, она изображала из себя певицей и мечтала, что когда-нибудь станет второй Мадонной И в то время, как большинство других девочек переключались на другие занятия, Бритни стремилась к своей цели Это в моем сердце, поэтому я никогда не хотела заниматься чем-то другим За пределами своего городка она увидела сверкающую вселенную и жаждала начать свое путешествие на Звездный Олимп Десятилетняя Бритни Спирс из Кентвуда, штат Луизиана Я начала свою карьеру в 10 лет Я очень волновалась, жидко переживала Один конкурс я выиграла, один проиграла Проигрыш ужасно меня расстроил, я была в отчаянии Талантливый ребенок не привык проигрывать Следующее разочарование ждала Бритни на пробок в шоу «Клуб Микки Мауса» Ей отказали в силу ее юного возраста В качестве утешительного приза продюсеры предложили ее одному нью-йоркскому агентству Мать Бритни поняла, что это билет для ее дочери за границей Кентвуда В восхитительный мир, о котором они обе так давно мечтали Итак, Бритни вместе с мамой и сестрой собрали вещи, уложили ее балетные туфли И отправились в Большое Яблоко в поисках своей судьбы Первые две недели я только и могла говорить, что ой, Нью-Йорк казался мне иностранным государством Он был абсолютно не похож на то место, где я выросла Где садилась на свой четырехколесный велосипед и отправлялась кататься по пастбищам Следующие три года Бритни провела в школе драматического искусства на Бродвей Но как раз в то время, как начал угасать ее интерес к музыкальному театру У нее появилась возможность, которую она упустила в прошлом Спустя три года Бритни снова попыталась счастье в клубе Микки Мауса На этот раз ее взяли Я отправляюсь в Диснейленд Снова собрав чемоданы, семья Спирс отправилась на юг В штаб-квартиру Диснея в Орландо, штат Флорида Да, это та же самая Бритни Спирс на канале Диснея Первая участница из Луизианы Бритни идеально подошла для энергичного шоу Она быстро сдружилась с другими героями программы Кристины Агилерой, Джейси Шассе И начинающим певцом Джастином Тимберлейком Впервые в жизни Бритни ощутила страсть к выступлениям Перед как можно большим количеством зрителей Это было очень весело В шоу участвовали 20 ребят Я должна была петь, танцевать Это был замечательный опыт Через два сезона компания Диснея решила закрыть клуб Микки Мауса Что послужило причиной сильных переживаний юных исполнителей Находящихся в начале своего пути Особенно Бритни Она вернулась в Кентвуд и снова приступила к занятиям в школе Но жизнь маленького городка наводила на Бритни тоску Прежде она надеялась, что навсегда покинула родные пенаты Бритни решила, что пути назад нет И вернулась в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру певицы Как всегда, ее мать без колебаний бросила все И оставила Луизиану ради карьеры своей дочери Ее решительная поддержка станет ключевым фактором в будущем успехе Бритни Спирс отправилась в GIF Records Студию, на которой записывались суперпопулярные Backstreet Boys Бритни потрясла руководителей студии И они очень быстро предложили ей контракт Рожденная быть звездой Бритни с головой бросилась в водоворот новой жизни Через несколько месяцев она уже записывала альбом со шведским продюсером Максом Мартином А затем отправилась в амбициозный тур по американским торговым центрам Я настойчиво шла к своей цели, и это произошло? Когда Бритни исполнилось 16, на музыкальном небосклоне уже засверкала ее звезда В ноябре 1998-го она утвердилась в своем звездном статусе Baby One More Time моментально стала хитом Деловая хватка юной Бритни помогла сделать клип незабываемым Когда мы начали снимать клип, у нас была надета школьная форма Мы выглядели по-дурацки Я сказала, мы танцуем, давайте сделаем все более интересным Постегнем пуговицы на рубашке Девочка из Кентвуда решила отомстить Голливуду Завязав свою рубашку узлом и добавив сексуальности в танцевальные движения Бритни сделала первый шаг в создании нового направления молодежной поп-музыки На волне обретенной популярности Бритни отправилась в гастрольный тур Все говорят, что гастроли самые ужасные в жизни музыканта Для меня это самые веселые занятия Со мной путешествуют мои друзья и мы отлично проводим время Она никогда не была ребенком Маленьким глупым ребенком Она всегда крепко стояла на ногах С тех самых пор, как ей исполнилось 4 Ты не скучаешь по школьному автобусу, по своим старым друзьям, по перепалкам, в школьной столовой? Нет, у меня было нормальное детство, я ходила в школу Я знаю, что это такое Может быть, если бы я была лишена этого, то сожалела бы о том, что делаю сейчас А так я знаю, что это такое Успех Бритни подогрел интерес публики к молодым исполнительницам песен для кинейджеров Вскоре за этим последовала лавина подобной музыки Соревнование между певицами достигло своего апогея в начале 2000 года Когда Кристина обошла Бритни, завоевав самую престижную в мире музыки награду Грэмми Разочарование было горьким Но оно лишь укрепило желание Бритни остаться на вершине музыкального Олимпа Спустя всего 3 месяца после провала Бритни предложили средства, позволяющие осуществить мечту ее жизни Она попала на обложку Роллинг Стоун Как и ее кумир Мадонна, Бритни отлично знала, как нужно преподносить себя Иногда для этого приходилось позировать в нижнем белье Это не значит, что надо стараться быть более сексуальной Надо просто пытаться быть собой А если тебя воспринимают сексуально, это замечательно Вообще, я считаю, что девушка лжет, когда говорит, что не хочет выглядеть сексуально Но Бритни скоро предстояло узнать, что успех имеет свою цену Девушка из маленького городка для многих людей оказалась слишком сексуальна И это было только начало Далее в программе Сексуальность Бритни грозит разрушить ее успех Ты бисексуальна? Давление становится невыносимым и начинает влиять на личную жизнь принцессы поп-музыки Это и многое другое в программе «Рожденные быть» Быть С поддержкой матери и движимая собственными амбициями Всего за несколько лет Бритни Спирс проделала путь от маленького провинциального городка До вершины музыкального олимпа Ее дебютный клип произвел фурор среди молодежной аудитории И стал законодателем моды в кинейджерской поп-музыке Бритни Спирс номер один Она такая сексуальная Рожденная быть секс-символом Но не всем нравилась сексуальность Бритни Консервативное лобби развернуло кампанию против провокационного снимка на обложке «Роллинг стол» Желтая пресса утверждала, что в возрасте 17 лет Бритни сделала себе грудные имплантаты Вы изменили свою внешность? Нет, это неправда Это было началом правления Бритни в качестве первого секс-символа нового тысячелетия Это также было началом отношений Бритни с журналистами, которые колебались от любви до ненависти Пошли слухи, что Бритни встречается с Джастином Тимберлейком У нас с Джастином нет романа Он не мой парень Мы часто проводим время вместе Он мой хороший друг, очень близкий друг Тем временем Бритни готовилась к выпуску своего третьего альбома Который она надеялась сделать более личным Альбом снова стал хитом А провокационные музыкальные клипы Бритни привлекали к себе огромное внимание по всему миру Но по мере того, как росла ее популярность, учащались и нападки прессы Она на себе испытала неприятные стороны славы, с которыми давно была знакома Мадонна Бритни Спирс спустилась на новый уровень безнравственности Бритни критиковали за то, что она поет под фонограмму За то, что она творение звукозаписывающей фирмы Снято все За то, что она слишком сексуальна За отсутствие таланта В конце концов, она оказалась в списке самых безвкусно одевающихся звезд Не нравится, не смотрите на меня Я же не прошу, чтобы вы одевались так же Меня не очень волнует мнение этих людей Я не воспринимаю себя слишком серьезно, как это делает многие в этом бизнесе Надо быть просто самим собой и получать удовольствие Вы получаете удовольствие? Кого волнует, что думает мистер такой-то? Уверенность в себе сослужила Бритни хорошую службу в мире музыки Но никогда не сомневающиеся в себе женщину ждали еще более трудные испытания Мы едем в Лос-Анджелес Да, я возьму твою сумку Ты в порядке? Да Это мой первый фильм, и я не надеюсь на награду в Академии Фильм Бритни Перекрестки в 2002 году сделал неплохие сборы Однако критики не скупились на отрицательные рецензии Называя игру Бритни неуклюжей и слабой Второй удар настиг Бритни после того, как она открыла собственный ресторан Всего через 8 месяцев его пришлось закрыть в силу низких доходов и плохих отзывов Бритни стойко принесла неудачи в кино и ресторанном бизнесе Ничего страшного Однако личная потеря оказала глубокое влияние на эмоциональное состояние Бритни Под пристальным взглядом кинокамер Бритни и Джастин пытались найти как можно более нормальный способ для общения Для каждого из нас очень важна собственная карьера Разумеется, мы не безразличны друг другу, но делаем то, что можем Но когда пошли слухи, что пара собирается пожениться, давление стало невыносимым Вскоре таблоиды сообщили о том, что Бритни и Джастин расстались Нет, это неправда Мы с Джастином не расстались Но в мае 2003 года пара подтвердила, что их отношения закончились Сейчас я один Совсем один Джастин насыпал соли на рану, выпустив клип «Крайми Эрива», которым в лирической форме обвинил Бритни в неверности Для Бритни это был первый настоящий разрыв, который к тому же произошел на глазах у всего мира Единственное, что мне не нравится в этом бизнесе, так это слава Если бы можно было заниматься этим и не быть знаменитой, что совершенно невозможно, я была бы рада Очень рада Разрыв с Джастином и нападки прессы оказались слишком тяжкими испытаниями для Бритни И певица решила на шесть месяцев взять тайм-аут Женщина, которая пробегала милю в минуту в течение последних трех лет, в конце концов выдохлась Все, что я делала, было здорово Но чтобы понять, что это было хорошо, надо сделать перерыв Если твоя жизнь постоянно такая, какой смысл жить? Уставшая звезда решила отдохнуть подольше Но очень скоро обнаружила, что жаждет вернуться туда, где всегда чувствовала себя как дома Странно, но иногда я ощущаю больше покой, находясь на сцене, чем тогда, когда смотрю телевизор в собственном доме В самом деле? Да Это странно Почему это так? Не знаю Я не знаю, но это странно Рожденная быть шокирующей Бритни нужно было вернуться под свет софита Как часто происходило раньше, за вдохновением она отправилась к своему кумиру Мадонне Теперь и Мадонна обратила на нее свое внимание Это был поцелуй, вызовавший бурю эмоций Публика взорвалась То же произошло и с таблоидами Вы бессексуальны? Нет О, Господи Я не думала, что реакция будет такой бурной Оглядываясь назад, я считаю, что это было даже здорово В самом деле, мы выглядели очень сексуально Бритни усвоила урок героини своего детства и стала ее лучшей подругой К концу 2003 года Бритни выпустила четвертый альбом и осуществила мечту своей жизни Спеть дуэтом с Мадонной Казалось, смышленая поп-принцесса агрессивно пытается восстановить свой статус У меня давно не было гастролей, поэтому мне очень приятно быть здесь, с вами Когда дела стали налаживаться, певица совершила поступок, который заставил всех задаться вопросом Знает ли она, что делает? Бритни шокировала мир поцелуем с Мадонной И снова оказалась в центре внимания Но, несмотря на все издержки славы, она не оставляла попыток найти то единственное, что всегда искала Истинную любовь Мой идеальный парень Думаю, это должен быть кто-то, не слишком часто появляющийся на публике Потому что этого хватает у меня самой Я хотела бы смотреть на него в одиночку Поиски любви иногда приводили Бритни в очень странные места Ее импульсивное поведение достигло апогея во время ее визита в Лас-Вегас в 2004 году Во время вечеринки с друзьями Бритни неожиданно вышла замуж за школьного приятеля Джейсона Александра Спустя 55 часов их брак был аннулирован Скорая свадьба вызвала бурю язвительных замечаний в желтой прессе Бритни пришлось опровергать слухи о том, что она слишком увлекается разгульными вечеринками Я продолжаю вести обычную жизнь Я не устраиваю дома никаких оргий Ничего подобного Бритни снова отправилась в гастрольный тур и окунулась в прежние знакомые ощущения Жизнь на чемоданах, перелеты из одного города в другой Одиночество Рожденное любить В ожидании новых романтических отношений Бритни пригласила танцовщика Кевина Федерлайна Принять участие в ее концертах в Лондоне Он такой симпатичный Кевин очень симпатичный Таблоиды снова получили кости У Кевина уже была одна маленькая дочь и другая вот-вот должна была родиться Его обвиняли в алчности и корысти Писали, что Бритни расхаживает босиком в общественном туалете, что пара помешана на фастфуде Весь мир мог видеть парочку, обнимающуюся на балконе отеля Это могло бы стать рецептом публичного унижения Но Бритни не позволила грязной шумихе разлучить их Как это было с Джастином Спустя три месяца безумия Бритни и Кевин тайно поженились А затем женщина, которая была намного мудрее своего возраста Сделала то, что не под силу большинству ее ровесников 22-летняя звезда, которая только что вышла замуж, выпустила свой лучший альбом Дамы и господа, это мисс Бритни Спирс Это было концом первой главы ее карьеры И как вскоре узнал весь мир, началом нового этапа ее жизни Рожденная быть мамой После нескольких месяцев слухов и домыслов, в апреле 2005 года Бритни и Кевин объявили о том, что они ждут ребенка Девушка, у которой было все, наконец получила то, чего она более всего желала Семью Я люблю детей Возможно, и это мое лучшее качество Я люблю, хоть это и странно, когда дети крутятся под ногами Сейчас у меня все хорошо, понимаете? Я люблю, люблю детей Господи, ты просто прелесть Ты лучший, что я когда-либо видела За короткие 23 года чистолюбивая и упорная молодая женщина из Кентвуда стала телезвездой Сенсацией в мире музыки, ресторатором, актрисой, писательницей, женой, матерью и иконой поп-культуры Чего ты хочешь для себя? Быть счастливой и быть хорошим человеком? Не ослабевающие усилия Бритни Ее преданность своему делу и упорный характер сделали эту певицу персонажем нашей программы Рожденные быть Я не жалею Думаю, что она образец для подражания Хотя не хочет, чтобы ее так воспринимали Это так необычно Иногда приходится жертвовать чем-то, что ты любишь для того, чтобы добиться желаемого